Несмотря на то, что Риббентроп вошел в историю с дворянской приставкой Фон, к знатному роду отношения немец не имел. Он родился в семье офицера и домохозяйки 30 апреля 1893 года в городе Везель. У мальчика были старший брат Лотар и младшая сестра Энгеборга. Мать Яханна Софи умерла, когда Иахиму было 9 лет. Детям, оставшимся без материнской ласки и заботы, приходилось не сладко, к тому же отец отличался суровым нравом и не медлил с наказаниями за провинности и плохие отметки. Иахим не был самым прилежным учеником, он с трудом научился писать и со скрипом осваивал программу средней школы, однако проявлял спортивные способности и музыкальный талант. Переезды по странам позволили мальчику выучить несколько иностранных языков, владение которыми помогло впоследствии построить дипломатическую карьеру. Риббентроп успел пожить и поучиться во Франции, Швейцарии и Англии. В 17-летнем возрасте вместе с братом Иоахим отправился в Канаду, где занялся бизнесом. Наследство матери послужило стартовым капиталом для коммерческого предприятия, занимавшегося поставкой немецких вин в Северную Америку. Дело Риббентропов шли в гору, что приближало немца к мечте о красивой и богатой жизни, о которой он грезил с ранних лет. Однако с началом Первой мировой войны будущий министр решает вернуться на родину, чтобы построить военную карьеру. Занимаясь торговлей винами, фон Риббентроп познакомился с крупнейшим немецким виноделом Отто Хёнкелем, возглавлявшим компанию Хэнка Лэндко. Дочь промышленника Анни Лиза в 1920 году стала женой Иоахима. Пара поселилась в берлинском районе Далем, где позднее был построен роскошный особняк с бассейном и теннисным кортом. Здесь собирался цвет немецкого общества, включая коммерсантов и политиков. Появлялись и коллекционеры искусства, большинство из которых принадлежали к еврейской национальности. В браке родились пятеро детей, три мальчика и две девочки. Среднего сына верный соратник Гитлера назвал именем фюрера. Благополучный брак помог мужчине не только устроить личную жизнь, но и продвинуться по социальной лестнице. Богатый, обладающий связями тесть ввел зятя в круг немецкой элиты, где тот вскоре крепко обосновался. Чтобы придать вес имени, Иоахим пошел на ухищрение, связавшись с дальней родственницей, обладавшей дворянским титулом. В 1925 году Гертруда фон Риббентроп усыновила будущего дипломата, и тот стал носить ее благородную фамилию. Страсть к шикарной жизни, высокомерие и напыщенность стали проявляться в характере немцев все более явно. Несмотря на то, что чужие жизни советник Гитлера ценил не очень высоко, к членам собственной семьи он питал самые нежные чувства. Воспоминания о политике оставил его сын Рудольф, издавший книгу мемуаров «Мой отец» Иоахим фон Риббентроп. Никогда против России. Жена дипломата также внесла штрихы к биографии мужа, издав в 1946 году его сохранившиеся неопубликованные записи под заглавием «Между Лондоном и Москвой». Вернувшись в Германию с началом Первой мировой войны, фон Риббентроп вступил в ряды немецкой армии к концу военных действий носил звание обер-лейтенанта и железный крест в петлице. Мирное время заставило немца забыть о военной карьере и вернуться к бизнесу, в котором тот стал преуспевать. Объединившись с тестем, Иоахим превратился в одного из крупнейших торговцев винами в Германии. Несмотря на трудное послевоенное время, дело фон Риббентропа процветало. Однако амбиции преуспевающего предпринимателя не были до конца удовлетворены. Стремление к власти и влиянию он решил реализовать через знакомство с Адольфом Гитлером, чья популярность в стране стремительно набирала обороты. В начале 1930-х Риббентроп становится доверенным лицом будущего фюрера, и тот не без его помощи назначается рейхсканцлером Германии. На Иоахима были возложены дипломатические полномочия по переговорам с европейскими державами с целью снятия ограничений, которым подверглась Германия в результате Первой мировой войны. Политик занимался установлением союзнических соглашений с фашистской Италией, а также подписанием антикоминтерновского пакта с Японией, который был нацелен на оборону от коммунизма. В 1938 году фон Риббентроп возглавил Министерство иностранных дел Германии, а в августе 1939-го прибыл в Москву, где был встречен лично Иосифом Сталином. Тогда же он поставил подпись на знаменитом договоре о ненападении, который со стороны СССР визировал нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. К пакту прилагался секретный протокол, который регулировал полномочия двух держав на территории Европы, если та будет подвергнута территориально-политическому переустройству. Это приложение позволило впоследствии оценить пакт Молотова-Риббентропа как аморальный. Также отозвался о нем и Владимир Путин, комментируя ситуацию, связанную с трагедией в Катыни. Но кто бы что ни говорил, последствия заключения пакта оказались плачевными. Собственные мысли об этом и о России в целом фон Риббентроп изложил в сочинении «Альянс и разрыв со Сталином». На Нюрнбергском процессе фон Риббентропа вместе с другими нацистами обвинили в ряде военных преступлений, которые назвали агрессивной войной против всего мира. В ходе этой войны Гитлер и единомышленники планировали, подготавливали, развязывали и проводили захватнические действия, нарушающие международные договоры, соглашения и обязательства. В фон Риббентропу в числе других вменялись убийства и жестокое обращение с мирным населением и военнопленными, неоправданные разрушения и опустошения больших и малых населенных пунктов, преследования, репрессии, пытки и истребления в отношении отдельных лиц и целых народов. Весной 1945 года руководство фашистской Германии осознало окончательный крах своих амбиций. 30 апреля в бункере под Рехсканцелярией Гитлер покончил с собой на пару с любовницей Евой Браун, ставшей официальной женой фюрера за день до смерти. На следующий день их примеру последовали Йозеф Геббельс с супругой. Через день не стало Мартина Бормана, причина смерти которого до конца не установлена. Спустя три недели неудачно пытавшийся бежать Генрих Гиммлер после ареста самостоятельно свел счеты с жизнью. Оставшихся нацистов судили международным военным трибуналом в Нюрнберге, окончательный приговор которого был вынесен 1 октября 1946 года. Согласно решению, к смертной казни через повешение приговорили 12 преступников, в числе которых Иоахим фон Риббентроп. Именно он 16 октября был первым выведен на эшафот, поскольку Герман Геринг, которому наверняка предоставили бы подобную честь, успел накануне покончить с собой, раскусив капсулу с ядом в тюремной камере. Произнеся предсмертную патриотическую речь, министр иностранных дел Германии был повешен. По словам очевидцев, смерть наступила не сразу и телу ростом в 178 сантиметрах пришлось оставаться в петле 10 минут. Сохранились посмертные фото дипломата-фюрера. Останки фон Риббентропа вместе с другими казненными были сожжены, а про...